Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья. Я очень рада вас приветствовать на своем канале о вязании. Не было еще возможности здесь на ютубе поздравить вас с прошедшими праздниками. Поздравляю, желаю вам, во-первых, мира, добра, крепкого здоровья вам и вашим семьям. В соцсетях девочки меня поздравляли. Я по возможности старалась всем отвечать. Но на ютубе вот такое видео, как бы влоговое, давно не выходило, поскольку в праздничные дни я не вязала, особо показывать нечего было. Это, кстати, один из частых вопросов. Вяжу я в церковные праздники или нет? Я в церковные праздники, в крупные, не вяжу. Допустим, вот как Пасха, да, в такие праздники не вяжу. Но есть некоторые церковные праздники, менее такие, как бы, значимые, да, если можно так выразиться. Вечерами могу вязать. После обеда, вот, вечером могу вязать. Как-то мне даже одна подписчица написала, что ходила в церковь к батюшке и консультировалась, спрашивала конкретно по вязанию. Можно нет вязать в церковные праздники. Он ей однозначно ответил, конечно же, вяжите, это для души, это не работа, вязать можно. Поэтому иногда вяжу, да. Итак, что хочу вам сегодня показать. Покажу продвижение по одному из моих процессов, которые удалось уже вот в эти дни повязать после праздника. Покажу готовую работу, небольшую, по которой сняла для вас мастер-класс. Ну и расскажу немножко о планах. И давайте, наверное, начнем с первого процесса, который здесь у меня лежит. Сразу скажу по пряже, а потом уже покажу процесс. Напомню, я его уже вам показывала. Пряжа от Yernart Luxor. 50 грамм, 125 метров. 100% мерсеризованный хлопок. Номер цвета 1211. И номер цвета 1200. Комбинирую. Основной у меня идет цвет фисташковый, наверное, да. Он фисташковый, либо мятный, не знаю, как назвать правильно, с белым комбинирую. Я вяжу себе на прохладные вечера, летом, ходить такую футболочку. Наверное, так ее можно назвать. Так, подвину, чтобы лучше было видно. Просто лицевой гладью обычная вот такая футболочка. Я вам показывала уже, наверное, вот досюда я провязала в прошлый раз. Здесь ввела вот такие вот полосы. И у меня уже почти готово тело. Сейчас я вам вставлю кусочек видео. Посмотрите на экране. На манекене вам показываю. Поскольку за столом это все очень трудно, сложно показать. У меня получается, сейчас я довязала до низа. И мне осталось вывязать вот эту вот полосу. Три полосочки. Две узенькие и широкую. Вот здесь по низу я уже начала вязать. Провяжу вот эту вставочку. И останется сделать небольшую резиночку. И закрыть петли. И по рукавам все-таки решила рукавчики здесь я сделать, наверное, три четверти. Короткие будут рукава. Но вот на манекен я обычно примеряю. Смотрю, у меня манекен такого же размера, как я, 44-го. И смотрю, как изделие будет лучше выглядеть. Мне кажется, что здесь длинный рукав вообще не уместен. Слишком короткий тоже как-то не очень. А вот три четверти такой укороченный рукавчик, наверное, будет хорошо. Летом с джинсами светлыми планирую вот такую вот футболочку, кофточку носить. А мастер-класс по ней не снимаю, поскольку тут ничего абсолютно сложного нет. Обычный реглан сверху и лицевая гладь. Все самое такое вот простое. Поэтому не стала снимать подробный мастер-класс. Ну, как бы не вижу в этом смысла. Вот. Покажу вам уже теперь в следующий раз полностью готовые изделия. Сегодня закончу низ. И останется просто довязать рукавчики. По рукавчикам тоже решила пустить одну вот эту секцию, да, перед манжетом. И, я думаю, будет смотреться неплохо. Первый раз работаю с этой пряжей. Пряжа очень нравится. Тактильно вообще прям. Очень мягенькая, приятная. Абсолютно нет никакой жесткости. Вот тоже задавали вопрос, есть ли нет жесткости в пряже. Нет жесткости никакой. Очень мягкая, приятная тактильно пряжа. Я еще раз повторюсь. Я ее, не ее образец вязала, стирала. И петли все выровнялись. Очень все красиво в итоге смотрелось. Поэтому я уже вижу, как бы, да, что у меня должно получиться. Довольно симпатичная такая вот футболочка-кофточка. Все ровненько будет, аккуратно. И, думаю, буду с удовольствием носить. Так, этот процесс тогда я убираю. Показала вам, что продвинулась по нему довольно неплохо. С учетом тут небольшого времени еще же и дачные дела. Сейчас апрельские идут у меня посевы семян на рассаду разные. Поэтому тоже это все время отнимает. И поэтому вот так. Сколько времени есть, столько вяжу. Дальше. Готовая работа. Я связала детское изделие. Сейчас вам покажу. Из пряжи Alize Shikerim Baby. Так, 100 грамм 320 метров. Номер цвета 170. Это стопроцентный акрил. Но это очень классный акрил. Я с него очень часто вяжу детские изделия. Это турецкая пряжа. И в Турции этот акрил очень популярен. Турчанки часто вяжут именно детские изделия, костюмчики. Все подряд детское. Именно вот с этого акрила. Он мягенький, он абсолютно не скрипучий. Очень приятный. У меня тоже есть несколько мастер-классов. Конкретно вот с этой пряжи с разных оттеночков. А сразу скажу, где приобретала эту пряжу. Мне присылал интернет-магазин Пряжа.су. Я вам оставлю все ссылочки на данный интернет-магазин внизу в инфобоксе под видео. Также у меня есть промокод в этом интернет-магазине. Сейчас вы его видите на экране. Если воспользуетесь промокодом, будет вам скидка 5% на весь ассортимент. За исключением нескольких позиций. Вся информация, повторюсь, внизу в инфобоксе под видео. Также там информация, срок действия промокода. Можете пройти, посмотреть. И если будете делать заказы, обязательно воспользуйтесь данным промокодом. Итак, что же я связала? Я связала детскую шапочку. На весну, легкую, без подклада. Вот такая шапочка. Сейчас тоже вы на экране видите, как она смотрится. На модели, так скажем, на кукле. Это на 0,3 месяца я связала. Я сняла для вас очень подробный мастер-класс. Можно связать на любой размер. Здесь я сделала просто завязочки полым шнуром. Можно связать ушки с завязками. Можно сделать к ней подкладик. У меня есть очень подробный мастер-класс на канале по детской шапочке. Там вот как раз я показываю, как подклад можно связать и как ушки сделать. Здесь более легкий такой вариант у меня получился. Поэтому я считаю, тут ушки не обязательно было делать. Вот этот отворотик сам, он как раз на ушках находится. И на теплую весну, на начало лета тепло ушкам будет хорошо. Узор, возможно, вы узнали. Я таким узором вязала шапочку для своей дочи. Мне он очень понравился, интересно. И макушечка тоже. Как раз я по той технологии закрывала макушку. Такой цветочек сверху получается. Вот, быстрое закрытие. Очень легкий мастер-класс. Легкая шапочка. Тут абсолютно ничего сложного. Можете связать своим малышам. Мастер-класс в ближайшее время выйдет на канале. По расходу давайте еще скажу. Я не взвешивала. Сейчас посмотрим. Так. 33 грамма всего лишь у меня ушло. Вот у меня осталось от того моточка. 33 грамма. То есть можете с остаточком даже с каких-то вязать своим малышам такие шапочки. Вот она хорошо тянется. Тут все отлично. Фиксированный отворот. То есть не будет сползать на глазки. Макушечка получается чуть-чуть. Вот так вот стоечкой. Здесь не совсем по голове. Немножко стоечкой. Ну вот такая моделька. Я ее девочке еще не постирала. Поэтому она такая вся еще заломами. Но сегодня довязала с утра. Решила подключиться уже вам показать. Поскольку на канале меня долго не теряли. Вот такая готовая работа. Так. Теперь по планам. Тоже уже говорила. В ближайшее время начну снимать платный мастер-класс. Либо на платье, либо на детский костюмчик. Вот с этой пряжи. Это Ализе Катон Голд. 100 грамм 330 метров. Очень красивый цвет. 15-й. 55% хлопок. 45% акрил. Сразу еще раз хочу сказать. У меня на канале будут как бесплатные мастер-классы, так и платные. Но в соотношении там я не знаю 80 к 20. 80 бесплатных, 20 платных. У меня как-то вот так получается. Платные выходят иногда, поскольку они занимают очень много времени на съемки. Там часовые мастер-классы очень подробные на детские изделия. Поэтому они выходят редко. Бесплатные также все это будет на канале. Теперь, что еще в ближайшее время буду вязать? Мне нужно будет довязать шапочку для дочи, которую я вам показывала. Начала вязать на весну, на теплую повязки. Парочку, наверное, нужно будет связать. Это все будут мастер-классы для вас на головку. Просили уже сейчас, видимо, у кого жарко. Может быть в Краснодарский край, либо еще где жаркие регионы. Косыночки летние я хотела чуть позже. Но посмотрим. Может быть в следующем месяце. Так, сейчас у нас апрель. В мае, возможно, начну уже косыночки вязать. Несколько мастер-классов на косынки и на повязки выходили. У меня те годы, они очень популярные. В принципе, поэтому будем еще с вами вязать. Ну и в ближайшее время я начну уже вязать жилетки для деток моих. Это для школы. Мы идем в первый класс. И вот такие базовые, обычные, несложные жилетки начну уже вязать потихоньку. Буду стараться, чтобы было все аккуратно, везде продумывать все. И будут, скорее всего, для вас мастер-классы. По крайней мере, постараюсь снять. Не знаю, сейчас у нас очень затяжная зима. Я даже не могу это весной назвать. А два дня назад у нас с утра было минус 16. Представьте, девочки, настоящая зима. Сибирские морозы. Сегодня минус 12. Но вот обещают в ближайшие дни, с пятницы, по-моему, уже на плюс. И в тепло резкое потепление в Сибирь придет. Поэтому начнутся дачные. У меня дела, естественно, побежим. Все нужно будет срочно делать. Ну, я уже, как и сказала, буду стараться выходить сюда на YouTube. Вечерами все равно буду вязать. Буду вам что-то показывать. Возможно, поменьше будет мастер-классов. Либо я просто буду более мелкие сейчас брать мастер-классы. Не крупные изделия, а вот что-то, может быть, детское. Какие-то косыночки, повязочки. Что-то вот такое некрупное. Возможно, буду больше просто вязать в этот сейчас период. Пока занято буду. А пока вот такие планы. Это на ближайшее время я вам рассказала, что планирую вязать. Еще хотелось себе кофточку беленькую связать. Вот в том году вязала себе кофту. Тоже она очень многим понравилась. Она у меня сейчас вообще просто... Я ее уже заносила, можно сказать. Одна из любимых. Сейчас вам фотографию ставлю. А вот что-то подобное еще хочу себе на лето связать. Вот если найду время, буду вязать. Обязательно вам, конечно же, буду все показывать. На этом буду заканчивать. В принципе, все вам показала, рассказала. Все свои новости. Большое спасибо, что посмотрели, послушали. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мои дополнительные соцсети. Внизу в инфобоксе под видео все ссылочки. Всегда оставляю. Еще раз всем большое спасибо. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok